2 и 3 c уже самая большая коробка интересно что там мы получили ребята интересно двигаемся по дате 31 октября 31 10 так звать мы на хитрук елена проживаю первомайске николаевской области номер телефона 067 347 68 32 так шоу нас 3 коробки если есть вторая если есть 1 3 тоже что-то интересное интересно мы получили делаем распаковочку хорошо если быть сам мини ктось помогал распаковывать и быстрее сейчас секундочку посидите минуточку хожу посидеть об она открываем красоту открываем красоту а яка красота 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 а я я я я я я я я тихо люси такие сяузенцы получил и ой краси веке а краси веке а краси веке а краси веке так шоца а а а вот так даже получили но за цей опа за це я знаю так за це я знаю я же вас тут распаковать видать быстро спешили и гудзик зробили бантика не зробили так и тут а тут стаканчики но тут листя бачу листя прям крупный есть мана таки сорта я даже догадуюсь кто-то ее рассыпалась а чуть-чуть рассыпалась а так даже догадуюсь так ну шось цей коробки просто наложено просто наложено кто у нас тут подавленный поломанный а я я я я трошки подавленный и поломанный так поцелу нас ого тут даже большая рыночка есть там дав дава большой рыночки так ладно разберемся надо открывать и давать ему же воздуха тут воно все забудовано на гудзы а ну ты тут не поломанный то что придавленный то придавленный мне главное чтоб шейка цены была сломана так ну что сделать придется ножиком разрезать потому что сделано на гудзы на гудзы на гудзы один был завязанный а другий тоже был завязанный а третий ящик загудували ага а тут я щас так ну щас я вам шейцей развяжу здесь развяжу здесь розерву понятно 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 в общем мини что я тут уже получила так так здорово и будь здорово лена расти счастливо здорово века тоби лена и здоровья так дивимся видите ребята баштам она тоже есть по моему три сорта клубники какие листья вот такие вот здоровецкие вот видите на четвертню башта четвертня и четвертня скейкица сантиметров тут наверно 10 но моно рука здорово перчатка 9 10 размер вот такие вот листья есть маната к клубника она сама пособик крупноплодно но це совсем другий сорт но из таки из такой коллекции вот вот листья щас я поделюсь цити бумажки нема не підписала есть все я прочитала шо це за сорт ребята це очень козырный сорт клубники очень козырный вин из по моему средне поздних поздних в очень крупный и на продаже вин вообще бомбезный вообще описание по вкусовым качествам по продажам по транспортировке по лёжкости вообще ягода крупню час ну вообще классный вообще классный по описанию вообще бомбический сорт бомбический сорт отца вин наверно тоже есть по листь мне листья трошки иначе еще хочу добавить что я прошлый год тоже покупала клубнику и одни сорта есть вот такие вот листья вот такие вот красивее и думаешь о там клубников до крупного на действительности из крупноплодных к примеру киснелис вона такая яблоко вот и покупала еще сорта до листочки маханьки такие вот вот такие примеру маханьки думаю ну и кисть маленькие к земляничка например а вы знаете там клубника это вкусно было сладко вкусно клубника Вообще вкусно, сладкая клубника. Так, цей трошечки прижмакался, но ничего страшного. Главное нам, чтобы не было сломано оттуда. Ничего не было сломано. Ничего не было сломано. Также сейчас вам, ребята, дам ответ на клубнику. Многие мне задавали вопрос, а если у вас клубника, как же она, купчиха? Я могу купить так же самую, как и эту клубнику. Но я проживаю в Первомайске, это Николаевская область, это юг Украины, это жарща. И купчиху у нас садить, сорт хороший. Вот хороший він для северян, для москвичей. Вот туди, северная часть. У нас даже в Украине уже в северной части, вот Харьков, там дождей нема и там жарко. Вона не... Вот мне с Гомеля мужчина заказал у меня клубнику. И по состоянию здоровья его, ему не получилось подготовить грунт. И потом, когда пішли дождь, после... О, это сейчас осенью, Александр, если вы смотрите моё видео, и он... Ну человек уже в пенсионном возрасте. И он подготовил землю, пішли дождь, оттянулось. И когда он мне позвонил, но он сделал проплату 100%. Еще был выбор саженцев, проплату 100%. И что хочу сказать. И когда он мне позвонил, я говорю, уже все, для вас это поздно. Север уже Гомель, Киевская область, это уже поздно вам сажать. Можут не прижиться. Хочете, гроши повертаю вам назад, потому что оплата была 100%. Или весной вы в меня возьмете саженцы, но уже будет больше наличия. Там еще такие сорта, которые не были осенью в продаже. Весной возьмете. Человек сказал, да. Но он мне сказал еще, добавил. Лена, а если у вас купчиха? Кажу, я ее не сажаю. Сама ягода и описание сорта не для наших регионов, не для наших климатов. Вона обильно цвета, обильно есть вязь, но вона первые две красивые такие картинки. Но я на ней говорю щебенка, гравий. В ней столько семян, чтобы вы забьете себе полностью, полностью кишечник забьете теми семенами. И вы зисте, от примеру, от на моих широте, да, получается, это что у нас? Запорожье, Днепропетровск, вот это тут. Вы получите первый сбор, максимум второй, а остальная вся клубника, вона у вас не вызріє, вона не нальется. Вона так и засохнет, и вот эту щебенку вы собирать даже не будете и есть даже не будете. Вот где есть прохладная, это совсем другая селекция. Туда вы повыше. Где Россия, вот там повыше. Или чтобы зимы были, весна была влажная и холодная. Чтобы холод был, совсем другой климат. И туди ця купчиха, вона набирается влаги, вона наливается, наливается, наливается. Вона крупная, есть изобилия. Но все равно, хоть даже и там и в москвичей, у нас все равно есть вот это вот много мелкого гороха. И могу я так же же самокупить, тут нема проблеми. Но зачем занимать место тем, даже пускай там и много было бы земли. Зачем занимать место тем, где ты его не будешь ести. Так лет 20 или 25 даже 25 были в моде сорта. И мы, я их покупала. Они больше вот эти вот польские были, завозили. Я их покупала. Все, листя бомбическое, красивое. Цвет изобилия, полно набралась зеленая ягода. У нас пішли жара, спекотища, вот такие вітри, жара ягода сама привяла. Вона не для открытого грунта, а вона, той сорт був для теплицы, где можно искусственно все ей помогти, чтобы она созрела. Тут тоже, тоже очень много, много, много нюансов. Наче читаешь или дивишься в видеообзор, но люди дивляться, а даже не знают региона, откуда транслируется эта информация. И пойдет ли она вам по грунту, пойдет ли вам по климатическим условиям. Если я проживаю, ну, можно сказать, чуть-чуть, это первая с Николаевской области, это северная часть Николаевской области. Тут рядом и Кировоград, там и Черкассы, Умань. Тут мы все вместе, можно сказать, центр. Ну, чуть-чуть не центр, но пускай будет. А если вот живут люди, это западная Украина, в них там сырости больше. Северная часть, там леса, там совсем другий климат. Юг, там песок, там совсем другий климат, там море, там воздух другой. Вот мне даже звонят в Садовской области и говорят, к примеру, весной клубнику, так-так-так, или вона там высохла. В них грунт совсем другой. Еще плюс грунт, да, другой состав грунта, но и человеческие руки, еще какие-то все, как делают. Вот. Ну, что я еще могу добавить? По купчихе я сказала, саженцы мы закупили на весну, на ранню-ранню весну. То же спрашиваете, саженцы можно купить? Кажу, уже продала. А коли можно? Кажу, бронируйте на ранню-ранню весну. А ви меня потом спрашиваете, а коли будет рання весна? Ну, вы знаете, как, наверное, до телевизора, або транслирующего погода, или до Бога, вы спрашиваете, а коли будет рання весна? Ну, 2022 год, рання весна у нас началась десь вообще последний апрель, последние числа, в маю, вот так у нас весна началась, 2022. 2023 у нас началась со второй декады февраля, вот, рання весна, потому что в марту мы уже обсаживались. А в 2025 году, вы меня спрашиваете, яка будет рання весна? Ну, то есть, ну, как я вам могу сказать, коли рання будет весна? Чи будут в наличии саженцы, вы можете забронировать. Вот, если вообще вам подходят, как я отправляю, самое главное, дивиться, как я вам отправляю. Если вам подходят вариант отправки моих саженцев, а они будут копанкой, открытой корневой системой, вы можете подивиться на YouTube-канале «Хитрук Елена Жизнь», да, и на «Хитручкином двори», в рилсах очень много показываю, там вообще рассказано, ну, на «Хитрук Елена Жизнь», как найти, нажимаете на лупу, вот, на лупу, где в YouTube, на лупу есть такая лупа, вот так вот, кружочек и паличка, нажимаете на лупу и пишете, «Хитрук Елена Жизнь клубника», там, «Купить саженцы клубники», пишете, «Хитрук Елена Жизнь», «Купить саженцы клубники», вам выбивает серия видео, вы листаете. Хочете, заходите на YouTube-канал самий, в плейлисти, и плейлисти, там, природное земледелие, там можете найти информацию, и есть плейлист клубника. Я его вторым создала, там, плейлистом, там подивитесь. И все, ну там, где вы будете, по отправкам, упаковкам, работаю тільки по 100% оплате. Оплачуете заказ, потом я иду, копаю. Наложным платежом не отправляю. Есть два видео, где заказали мне клубнику, я ее отправила, это в Николаев, рядышком у меня, я Николаевская область, это в Николаев. Отправила, человек не взял, и я заплатила деньги за доставку туда, и забираю до себя обратно. Плотью деньги, привозю домой, отснимаю вам видео, и саженцы выбрасываю на мусорку. Показала, да, где они у меня, на дамбе там сохли. Хтось говорил, надо было их посадить, или надо было кому-то отправить. Нет, такие саженцы, они уходят уже садить, я не буду, потому что саженца, у меня площадка засажена, а кому-то отправлять, тем более я не буду. Может, вы и получаете десь там уже рассаду, кто-то отказался и переслали другому. Вот то, может, сухостои приходят. Мне моё имя дороже стоять, чем саженцы. Но таким вариантом, я бачу, сейчас очень много таких приколистов заказывают, и другие блогеры говорят, заказали, не оплатили, а товар, если продукты скоропортишься, они порчатся. Так что давайте дивимся, ознакомлюемся, подходят, заказываем. На ранню весну, если вам подходят мои, к примеру, формат продажи саженцев клубники, или будь-яких других ягодников, или там инкубационное яйцо, или курей, или перепелов, то вы ознакомились. Сначала надо ознакомиться. Что это за человек, как он транслирует видео, сколько лет каналу, сколько вообще видео есть на канале. Там, наверное, 4000 уже видео у меня на канале. Ознакомлюйтесь на разную тематику. Яка ягода, я її їм, рву на городе. Дивите, как я ее выращиваю, то есть, в каких условиях она выращивается. Не в теплице, это открытый грунт, это не бугры, это не балаганы. Просто, как можете, собі там дачник дома на городе, как вы выращиваете. Так само и выращиваю я. И вы смотрите, вам подходят этот формат, и заказываете. Спрашиваете, Лена, какие сорта будут на весну, потому что тут они есть, через 5 дней кто-то другой заказал, забрал. Их у меня не много, я вам говорю, у меня вообще-то там сам город 12 соток. Ну что, садок, хай 10 соток. 10 соток самого огорода. Из цього 10 соток огорода я продаю чеснок, я продаю батат, я продаю картошку, я продаю саженцы малины, ежевики, клубники, смородины, крыжовника. Что я вам еще не сказала? Кабака, 2 сотки только под кабаком, семена кукурузы продаю, хозяйство огромнейшее, кормлю, потому что выращивается и зеленая масса, и выращиваются продукты для себя. И полностью самообеспечаю свою семью, полностью. Но может дальше еще что-то буду продавать, потому что это сейчас ноябрь 2024 года, а вы будете смотреть это видео через пару лет, года через два, может. Там будет что-то, что-то продавать. Понятно, мы что-то одно продаем, покупаем, покупаем посадочный материал для чего-то лучшего нового. Чеснок есть, как зимний, есть и яровый. Зимний, от меня перчатка, 9-10 размер. Что? Хорошо, счастливо. То я ставлю зимний чеснок вот так на перчатку, он 6-7 сантиметров в диаметре чеснок. Костя, что ты не надев на голову? Хорошо, давай счастливо. Вот такой чеснок, ярый чеснок с крупными зубками, так что я на 10 сотках и еще и продаю. Это, можно сказать, картофель. Картофель продаю. Ребята, бота, это тоже значит, надо в великую плантацию посадить. Вы дивитесь. И понятно, что саженцев, сортов много. А почему? Почему много сортов? Потому что я хочу ести в разный период времени клубнику. И хочу ести ее разную. Я снимаю видео, показываю, как я иду по огороду, ем клубнику, рву с огромным удовольствием. Вот так мне нравится. Вот так мне нравится. Мне нравится крижовник свой кушать. Мне нравится малину свою ести. Вы понимаете, какой кайф, какая зарядка энергии. И еще в этом видео я добавлю такую информацию. Я, может, попитаюсь. Время сейчас ограничено. Работы очень много. Буду уже загружать. Ребята, копала я батат. У меня есть 4 сорта батата. Я его сейчас продаю клубнями. По Украине отправляю. И тут мои заказчики, кто ведет здоровый образ жизни, здоровое питание, кто покупает у меня перепелиное мясо, перепелиное яйцо, куринное мясо, куринное яйцо. Это домашнее. Воно на домашних кормах. Корма делаю сама. Вот сейчас тоже капуста иду в измельчитель, морковка, зеленая ботва морковки, корнеплод морковка иду в корма. Мясо. И будем сейчас делать отправки тоже по мясу. 1-2 числа зарезка птицы. Вот. И моим клиентам тоже я предлагаю, чтобы батат. Батат забирают. Батат забирают. И я его, вообще-то батат, брала, бросала в первое блюдо. 30, значит, часть батата, часть картофеля и часть топинамбура. Ну, так мы ему. И тушила, то есть перемешивала его с пециями, с приправами, сухой зеленью. И чуть водички, воковская кастрюля, айкук от компании Амвей. Чуть-чуть водички, чуть-чуть жирка, там, или перепелино, или гусино, или куриного. И это тушится, это вкусно. Но я батат пожарила, я два года выращиваю батат, я его не жарила. Я вчера, ребята, пожарила, только два сорта. Сегодня еще пожарю, еще два сорта. Какой он вкусный. Это вообще, мы с Ольгой вчера ели, Ольга каже, какие-то грибы, какие-то орехи, какие-то, после вкуса, то есть ты его ищешь, он такой вкусный, ну, начи чуть-чуть-чуть, как жарена картошка, ну, на гусино жиру жарила. Чуть-чуть, начи, как жарена картошка. Но есть четыре сорта, из них есть вообще не сладкий. Вот. И есть сорта кремовый, он такой вкусный. Есть сорта до оранжевого внутри, есть до белого. В общем, ребята, по батату сделаю обзор, продивиться, продивиться, и даже пожарю, и вас виртуально угощу. Так что, кому надо, батат, кому надо батат, тоже в номере телефона, и отправки уже пішли у нас, и Кривий Риг, еще куда мы отправляли, Харьков отправляли, и, по-моему, Харьковская область, Дніпропетровская область, посылки, так что батат берите, кто брал меня на пробу, можете один сварить в супе, ну, на суп второй можете, там, а у нас еще на Оксаночка заказала на Чернавцы, один творить в супе, один можете стушить, попробовать, вот, а один можете взять пожарить, только не в перемешку, ну, там, может, и по внешности, побачите, то есть различия сделать, або по одному там жарьте, чтобы вы попробовали, або на двух сковородках, на трех сковородках, это вообще можно, вообще вкусно, вообще, намного, намного вкуснее, чем картофель, и батат, в него больше преимуществ, смотрите, вообще-то, у меня уже покупают продукцию, люди, которые повредили свой организм, своё здоровье, да, вот, там, перепела покупают, вот такую продукцию, яйцо перепелиное, и так далее, уже люди, которые уже потеряли своё здоровье, и по рекомендации врачей, а я живу и питаюсь теми продуктами, чтобы не потерять своё здоровье, чтобы не потерять своё здоровье, картофель, ну, вы сами знаете, да, крахмал, сахара, так далее, и тому подобное, сахарный диабет у кого, вот, и вообще, картофель, от него надо вообще отстраняться, вот, а по батату, посчитайте, если из ястевы батат, как вброс в кровь и где сколько сахара, он расщепляется постепенно, того, и кто для диабетчиков, им советует продукцию совсем другую, так что, смотрите мои следующие видео, подписывайтесь на YouTube канал Хитрукий Лена Жизнь, подписывайтесь на YouTube канал Хитручкин Двор, вот, подписывайтесь в ТикТоке, и ознакомлюйтесь, заказ, заказ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok